Добрый день, дамы и господа! Мы приступаем к объекту в селе Ягумного, это под Серпуху. В том году мы монтировали котельную в этом доме. Под отсчет по котельной вы можете посмотреть на нашем сайте. В этом году мы начинаем разводку отопления, водоснабжения, канализации. Мы заходим с вами на объект и перед началом монтажных работ проведем краткий обзор оборудования. Официальным представителем которого является наша компания, Eventus 24. На данном объекте мы будем устанавливать радиаторы Wisman. Радиаторы Wisman, они универсальные радиаторы. Их можно подключить как боковое подключение, так и нижнее подключение. В зависимости от потребностей, боковое либо нижнее подключение, к радиаторам Wisman продаются отдельные кронштейны, уже подготовленные для того, либо для иного подключения. К радиаторам Wisman есть небольшое, но все-таки это преимущество. Очень легко и удобно снимается вот эта верхняя крышечка, она на защелках. Закончились строительные работы, вам надо пропылесосить, помыть радиатор изнутри. У других радиаторов эту крышечку достаточно очень сложно снять. Здесь же она очень легко снимается и также легко устанавливается. Просто защелкивается без всяких винтиков, саморезиков. Радиаторы можно установить, сделать с нижним подключением как справа, так и слева. То есть у радиатора на корпусе радиатора нет ни с одной, ни с другой стороны крепежей. Для подключения радиаторов к системе отопления мы будем использовать такой мультифлекс, угловой мультифлекс. Это тоже производство Wisman. Он идет уже в комплекте с редакционными нипелями для подключения непосредственно к радиатору. Это своего рода кран, для тех, кто не знает. Это два крана в одном корпусе. Предназначена эта мультифлекс для отключения радиатора в случае дальнейшей эксплуатации. Надо будет вам делать ремонт. Нужно будет снять радиатор, чтобы не бегать, не перекрывать где-то краны отопления, не сливать всю систему. Вы на мультифлексе закроете краны и снимете спокойно один радиатор. Когда мы установим радиаторы в дальнейшем, заказчик может регулировать отопление в помещении с помощью термоголовок. Также сюда мы на этот объект поставляем термоголовки фирмы Wisman. В принципе, хороший дизайн, немецкое качество. Вся запорная арматура на данном объекте будет также фирмой Avendro. Этот тоже не производитель, тоже немецкий. Коллектора мы будем использовать фирмой Elson. Такие простые коллектора, это у нас пойдут на систему водоснабжения. Коллектора под термостатические головки, это у нас пойдут на отопление. Такие коллектора с расходометрами, это у нас для системы теплых полов. Расходометра нужны для балансировки теплого пола, чтобы каждый контур у нас прогревался равномерно. Как я уже сказал, такие простые коллектора будут использоваться на системе водоснабжения. К ним мы будем ставить такой запорный кранчик, это тоже фирма Avendro. Он очень легко вставляется, накручивается накидная гайка. Дальше сюда подключается трубопровод и при необходимости мы можем закрыть либо открыть непосредственно тот контур, который нам необходим. Сам коллектор выполнен из нержавеющей стали. Его можно пускать как на систему отопления, так и на систему водоснабжения. Для подключения коллекторов к магистралям мы будем использовать угловые наборы. Это тоже фирма Avendro. Они подсоединяются все очень легко, все на разъемных гайках. При дальнейшем обслуживании не надо никаких усилий, чтобы что-то либо затягивать, перетягивать. Все, пожалуйста, на накидной гайке через прокладки все очень легко собирается и надежно. Для подключения трубопровода к коллекторам мы будем использовать пресс-фитинги. Пресс-фитинги мы используем фирмы Zana. Это тоже немецкое производство. Достаточно очень надежное, качественное производство. Здесь убираем человеческий фактор. То есть у нас есть в пресс-фитингах специальное отверстие, для того, чтобы монтажник знал, правильно ли он до конца вставил трубу. И дальше он зажимает уже автоматической пресс-машинкой. То есть не дожать пресс-фитинг уже монтажник не сможет. Машинка сама с определенным усилием сдавливает пресс-фитинг. И тем самым мы повышаем качество соединений. В качестве трубопровода на этом объекте мы будем использовать немецкую трубу фирмы Zana. При монтаже канализации мы будем использовать канализационные трубы фирмы Rehau. Это бесшумная канализация в дальнейшем, чтобы было комфортно заказчику в доме, чтобы не было слышно стопа воды. Сотрудники нашей компании E-MET 24 приступают к монтажу радиаторов WISMO. КОНЕЦ После монтажа радиаторов приступаем к монтажу шкафов, в котором в дальнейшем будут установлены распределительные коллекторы. Так как котельная у нас не очень большая, шкафы мы устанавливаем наружные, и шкафы будут установлены в ряд друг на друг. Таким вот способом. И здесь будет дальше третий шкаф. КОНЕЦ 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 Ну вот мы закончили с монтажом шкафов и распределительных коллекторов. Дальше мы приступаем к разводке трубопровода. Нашими сотрудниками был закончен монтаж трубопровода, монтаж радиаторов. Мы для нашего удобства использовали защитную гофру разными цветами. Красным мы знаем, что мы сделали подачу, синим мы сделали обратку. Вот мы подключили радиаторы снизу. Труба у нас уходит не в пол, а уходит в стену. Мы использовали висмановский угловой мультифлекс для этого. Трубы у нас подключаются через пресс-концовки. В дальнейшем, когда зальется стяжка, между полом и радиатором никаких труб ничего торчать не будет. Все трубы будут спрятаны. Это будет удобно так же, как и отделочникам в дальнейшем. Либо плитку они будут класть, либо ламинат. Они не будут ничего резать, подрезать. Здесь будет ровно красиво. Ну и так же самим хозяинам в дальнейшем помыть пол, протереть, пропылесосить. Никакие трубы, ничего не удобно, легко. Ну и эстетически так же это будет все красиво выглядеть. Мы закончили монтаж системы отопления. Еще раз напомню, это была коллекторно-лучевая у нас система. И мы теперь приступаем к монтажу системы водоснабжения и канализации. Сегодня мы сдали объект. Это у нас село Игумнова, Серпуховского района. В этом году мы монтировали инженерные системы, такие как водоснабжение, канализация и отопление. В том году мы монтировали котельную. Нам в этом году газовое хозяйство подключило газ. Мы запустили котельную. Напомню, при монтаже котельной мы использовали нержавеющий трубопровод и пресс-фитинги фирмы ЗАНА. Основной коллектор выполнен вместе с гидравлической стрелкой и также из нержавеющей стали. Это фирма Прокситер. Насосные группы Регуматы, это фирма Вентроп, использовали циркуляционные насосы фирмы Грюнфос. Котел у нас установлен конденсационный, это Витаденс 200 и более нержавеющая сталь, это Витасел 300. При монтаже, отоплении и водоснабжении мы использовали металлопластиковую трубу с пресс-фитингами. Это у нас фирма ЗАНА. Коллектора, распределительные коллектора из нержавеющей стали, из-за опорной краны, это фирма Вентроп. Система отопления сейчас запущена, в доме тепло. Радиаторы у нас установлены фирмой Висман. Более подробную информацию вы можете посмотреть в разделе фотоотчет на нашем сайте EVENTUS24.